Коллеги, мне бы хотелось сегодня озвучить некоторые, может быть, где-то новые аспекты этой нами всеми изученной группы и всеми известной группы сахароснижающих препаратов. Уважаемые коллеги, возможно, вам эти данные уже представлялись, но мне все-таки хочется, поскольку мы с вами говорим сегодня о сахарном диабете. Вы знаете, что только что закончился Всероссийский диабетологический конгресс. И вы знаете, я очень счастлива тому, что на этом конгрессе озвучили последние цифры по распространенности сахарного диабета, по заполняемости регистра больных с сахарным диабетом. И вот хочу вам показать последние данные, все-таки какая у нас ситуация с сахарным диабетом по данным Российского регистра больных с сахарным диабетом. Итак, вы видите, что у нас продолжается рост больных, как и во всем мире. И мы с вами видим, что с 2000 года за 17 лет плюс 2,5 миллиона пациентов появилось, напомню, в регистре больных с сахарным диабетом. Итак, если мы посмотрим с вами на цифры распространенности, то, несомненно, диабет второго типа лидирует глобально по сравнению с первым типом и составляет где-то примерно 4 миллиона 200 пациентов. Это именно диабет второго типа. И, как вы видите, немножко, наверное, плохо видно, но, тем не менее, что пациентов с сахарным диабетом первого типа здесь совсем немного. Это около 230 тысяч человек. Обратим внимание еще раз на второй тип диабета, что у нас появились дети с диабетом второго типа. И вот сейчас в регистре их у нас составляет 926 человек детей. Но я как думаю, что вы понимаете, что реальное количество детей со вторым типом диабета значительно больше. Это то, что внесено в регистр. Итак, реально вот эта цифра 4,5 миллиона больных с сахарным диабетом у нас в Российской Федерации по регистру. И вам напомню, что закончилось исследование Nation в 2016 году. И сказали, что расчетная численность этих больных с диабетом у нас составляет где-то 6 миллионов с небольшим. Поэтому около 1,5 миллионов не занесено в регистр больных с сахарным диабетом. И, возможно, эти пациенты ходят с диагнозом диабет и не знают, что они болеют с сахарным диабетом. Следующий момент, касающийся регистра больных с сахарным диабетом, нам показал все-таки, я считаю, что у нас в Российской Федерации успехи. И если мы с вами видим и по первому типу сахарного диабета, и по второму типу сахарного диабета, мы видим количество пациентов, которые у нас компенсированы, где у нас гликированный гемоглобин меньше 7. И вы обратите внимание, что у пациентов со вторым сахарным диабетом эта цифра приходит к 52%, 48% остаются декомпенсированные, и около 30% с диабетом первого типа. То есть динамика неплохая, и мы можем с вами это констатировать. Кстати, я должна вам сказать, что в Соединенных Штатах Америки цифра компенсации больных с диабетом второго типа с 2013 года не меняется и остается 52%. Мы вот до этой цифры дошли и будем надеяться, что будем двигаться дальше. Что нового еще появилось у нас по данным регистра больных с сахарным диабетом? Итак, в структуре сахароснижающей терапии наших пациентов где-то около 18% больных находятся на инсулинотерапии. И обратите внимание, 10% из этой схемы – это базальные, это инсулин плюс сахароснижающие, не обязательно базальные, то могут быть и смеси, это инсулин плюс сахароснижающие таблетированные препараты. 10% составляют. Если мы посмотрим с вами пациентов с диабетом второго типа, которые находятся на таблетированных и инъекционных других препаратах, цифра составляет 75%. Что для меня было удивительным, коллеги, обратите внимание, 45% остается на монотерапии. А мы с вами говорим о том, что сегодня мы должны назначать препараты с различным механизмом действия, что на монотерапии этих пациентов должно, в принципе, и не должно быть, а вот эта цифра у нас остается прежней. И на комбинированной терапии 25%, когда 2 препарата, и 2,8%, когда 3 препарата. Итак, все-таки мы с вами имеем определенную стагнацию в лечении, когда мы имеем, продолжаем иметь терапию, монотерапию. Теперь давайте посмотрим, если мы в целом посмотрим на эти цифры, то получается, что больные с диабетом второго типа порядка около 85% находятся на таблетированных сахароснижающих препаратах. Какие же у нас с вами на сегодня эти препараты имеются в практике? Да, коллеги, мы знаем, что сульфанилмочевинные препараты у нас впервые, о них было описано в 1940 году, на практике мы стали их применять с 1950 года, но посмотрите, сколько еще дополнительных препаратов у нас появилось. Особенно в 21 веке знаменовалось тем, что появились 3 новейшие группы препаратов. Это группа инкретинов, в себя включающие и таблетированные препараты, ингибиторы ДПП-4, и группа агонистов глюкогона, подобного пептида-1. И, несомненно, сейчас, конечно, завершают эту вот цепочку ингибиторы натрий-глюкозного транспортера второго типа. И, конечно, каждому эндокринологу, имея такое количество сахароснижающих препаратов, во-первых, непросто выбрать среди этой группы препаратов. И, конечно, нам кажется, что те сульфанилмочевинные препараты, которые уже 60 лет на рынке, но действительно, что же нового может быть в этих препаратах, которые мы знаем, которые мы уже назначаем, неоднократно. Все-таки мне бы хотелось вам сказать, что мы не снимаем эти препараты с позиции лечения больных диабетом второго типа. Обратите, пожалуйста, внимание, такие известнейшие диабетологи, как одного из них, вот прям можно обязательно назвать, как Матеус, сказал самую главную фразу, что сульфанилмочевинные препараты – это препараты, которые воздействуют на основной патогенез диабета второго типа. А мы с вами знаем, какая бы инсулинорезистентность у пациента ни была, если не скомпрометирована бета-клетка, диабет второго типа не разовьется. Все-таки это основополагающий постулат сахарного диабета второго типа. И поэтому сульфанилмочевинные препараты, основа которых по механизму действия составляет воздействие именно на бета-клетку, они остаются, по мнению ведущего диабетолога, ведущих диабетологов, группой препаратов, которая останется в лечении больных с сахарным диабетом. Но мы должны четко знать, когда эти препараты нужны и когда мы обязательно должны их включать в схему лечения наших пациентов. Итак, уважаемые коллеги, у нас с вами существуют алгоритмы специализированной помощи больным с сахарным диабетом, все нам известны, выпуск 8, который жестко регламентирует, с каких препаратов мы начинаем, на какие мы переходим и какими препаратами завершаем лечение больных с сахарным диабетом и продолжаем это лечение, в каких комбинациях. Итак, уважаемые коллеги, если у нас гликированный гемоглобин 6,5-7,5 в дебюте диабета, это несомненно диабет только начался у пациента, вы знаете, что сейчас в основу дебюта диабета идут 3 группы препаратов, метформин остается основным препаратом, а дальше мы с вами выбираем ингибиторы депептилпептидаза 4 типа или ингибиторы натрия глюкозного транспортера или инъекционный препарат агонизм глюкогоноподобного пептида 1. Но, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что в этой схеме, в группе альтернативы остаются сульфанилмочевинные препараты, никто их не убрал из этой схемы, единственный нюанс, здесь в сноске четко написано, что мы не можем в дебюте диабета при гликированном гемоглобине до 7,5 назначить препарат глибинкламид из сульфанилмочевинных препаратов. Однако остальные препараты, используемые нами, мы с вами здесь можем назначить, и они могут использоваться и в дебюте сахарного диабета при таком гликированном гемоглобине. Если у нас гликированный гемоглобин 7,6 до 9%, то у нас в комбинации, посмотрите, ничем не регламентирована двойная комбинация. И здесь, пожалуйста, в комбинации с метформином вы смело можете вторым препаратом назначить сульфанилмочевинный препарат. А вот теперь хотела бы немножко мелко прокомментирую, хотела бы вас акцентировать такой момент, что если гликированный гемоглобин больше 9, мы с вами все любим говорить, что мы должны назначить пациенту инсулин. Но, уважаемые коллеги, давайте реально подумаем. Если к вам пришел пациент с первые выявленным диабетом, он имеет ожирение, индекс массы тела, допустим, 35, он никогда не болел, он только пришел. Ну да, гликированный у него 9. Кто из эндокринологов сразу назначит инсулин? Я думаю, что мало кто поднимет из вас руки, да, и я считаю, что это и правильно. Почему? Потому что обратите внимание, что к этой таблице есть внизу комментарий, который очень четко регламентирует, что инсулин мы в данном случае назначим только в том случае, если у больного есть признаки декомпенсации сахарного диабета. То есть больной похудел, больной имеет уровень глюкозы, как правило, выше 12-13 и выше, миллимоль на литр, он имеет признаки полиурии, полидепсии. А вот если этот больной не имеет признаков декомпенсации клинических, мы с вами вполне можем назначить альтернативную схему. Это комбинация из двух препаратов, но должна вам сказать, что в этой схеме, обратите внимание, сульфанилмочевинные препараты носят как основополагающие препараты в схеме, когда гликированный гемоглобин 9 и выше. Коллеги, я абсолютно с этим соглашусь, потому что на сегодня это самая мощная таблетированная группа препаратов по возможности снижения гликированного гемоглобина. Итак, коллеги, в чем еще есть преимущество сульфанилмочевинных препаратов? Мы часто спрашиваем, с чем их можно комбинировать. Это та группа препаратов, посмотрите, пожалуйста, зелененькими поплюсиками, которые можно комбинировать со всеми сахароснижающими препаратами, в том числе и с инсулином базальным. Кроме короткого инсулина, поскольку эти пациенты воздействуют, могут вызывать гипогликемию в сочетании с коротким инсулином, да, это считается нерациональной комбинацией. А так эти препараты входят в комбинацию со всеми на сегодня существующими сахароснижающими препаратами. Конечно, коллеги, у нас в эндокринологии законодательницей МОД является Американская диабетологическая ассоциация. И, как правило, каждый лектор пытается в своем докладе сказать, а что же нового нам выдала Американская диабетологическая ассоциация по лечению больных с сахарным диабетом. Обратите внимание на очень маленький момент такой, что нового. Они нам несколько лояльнее дали цифры монотерапии диабета. И пишут, что если гликированный гемоглобин больше 9, мы можем назначить монотерапию. Но, коллеги, здесь давайте подумаем, насколько реально метформин, который является первым препаратом, может снизить гликированный гемоглобин. Если не изменить образ жизни, то 0,5-0,6% это в хорошем варианте. Конечно, если пациент изменит образ жизни, этот процент может быть и больше. Но, коллеги, чем принципиально отличается американская схема? Тем, что вот здесь внизу написано, что да, вы начнете с одного препарата, но через 3 месяца вы должны пересмотреть терапию. И если через 3 месяца вы не достигли целевого показателя гликированного гемоглобина, или, по крайней мере, не достигли снижения гликированного гемоглобина на 1,5%, потому что 9% вы сразу не достигнете гликированного 6,5%, вы должны за 3 месяца снизить на 1,5%, вы должны подключить уже второй препарат. А чем отличается, коллеги, наша схема? Я напомню, что мы с вами коррекцию терапии проводим каждые 6 месяцев. Все-таки Американская диабетологическая ассоциация, да, они говорят, мы можем начать с монотерапии, но через 3 месяца мы должны ее обязательно интенсифицировать. Что еще нового появилось в Американской диабетологической ассоциации? Посмотрите, инсулинотерапию мы начинаем при гликированном гемоглобине больше 10. То есть тоже несколько стало лояльнее. Если мы раньше, мы в наших рекомендациях говорим 9, то здесь рекомендации 10. Но напомню, опять-таки, через 3 месяца дозу корректируем и дозу прибавляем, если не достигли целевого снижения гликированного гемоглобина. Но опять-таки, коллеги, что совершенно нового появилось? Что вторым препаратом после метформина вы можете назначить препарат. Если у больного есть атеросклеротические заболевания, то мы назначаем препарат не просто по выбору, а те препараты, которые доказали эффективное снижение сердечно-сосудистой смертности. Не безопасность, а снижение сердечно-сосудистой смертности. И вот, коллеги, большущая таблица, она, конечно, мелкая, но я сейчас вам ее прокомментирую, чтобы я хотела сказать. Что в данной таблице здесь у нас фигурируют с вами все сахароснижающие препараты, в том числе и инсулино-таблетированные препараты. Здесь смотрим мы с вами, насколько они могут снизить гликированный гемоглобин. И обратите, пожалуйста, внимание, что препаратами наиболее эффективными по снижению гликированного гемоглобина все-таки считаются это сульфанил, мочевинные препараты, и агонисты глюкогоноподобного пептида-1. Все остальные группы, включая ингибиторы СИДЖИЛТИ-2, относятся к препаратам среднего эффекта по снижению гликированного гемоглобина. И вот я бы хотела обратить ваше внимание, что в данной таблице присутствуют. Если у больного есть атеросклеротическое заболевание сердечно-сосудистое, да, препаратами выбора являются, обратите, пожалуйста, это препараты ингибиторы СИДЖИЛТИ-2, которые доказали свою эффективность, эмпоглифлозин, канаглифлозин и агонист глюкогоноподобного пептида-1, лироглютит. Да, они, поскольку имеют доказательную базу по соответствующим исследованиям, Эмпорэкауткам, канвас-исследованию и исследованию ЛИДЕР. Но, коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что очень часто всегда говорят, что сульфанилмочевинные препараты воздействуют на сердечно-сосудистую систему и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание, в данной схеме 2018 год воздействие на сердце сульфанилмочевинных препаратов нейтральное, воздействие на прогрессирование почек нейтральное, нет никакой доказательной базы у сульфанилмочевинных препаратов второй и третьей генерации, которые бы позволяли сказать, что они ухудшают сердечно-сосудистый прогноз. Огромные исследования ЮКИ-ПДС, исследования Эдванс, проведены именно на сульфанилмочевинных препаратов. Но, хотела бы вам показать нюансы, которые здесь изложены в дополнительных эффектах, к агонистам глюкогоноподобного Пептида-1. И все-таки остается, что осторожность назначения этих препаратов остается при возможности рака щитовидной железы. Это касается, обратите внимание, перечислены практически все аналоги глюкогоноподобного Пептида-1. Сюда же входит опасность развития тошноты и рвоты у этих пациентов. Дальше обратим внимание, с вами ингибиторы СИДЖЛТ-2. И опять-таки, ЭАДА 2018 года вносит серьезные моменты, что и риск ампутации у канаглифлозина, и риск снижения ОЦК, обратите, пожалуйста, внимание, и риск переломов у канаглифлозина, и есть опасность развития генитальных инфекций. Посмотрите, все-таки особенностей у этой группы препаратов пока достаточно много. И мы с вами должны, прежде чем назначить, все за и против взвесить. А если вы посмотрите особенности у сульфанилмочевинных препаратов, FDA предупреждает только по поводу толбутамида, которую мы с вами абсолютно не используем в лечении, это первая генерация сульфанилмочевинных препаратов, что да, действительно, у этого препарата есть особенности воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы с вами, я напомню, этот препарат не используем, поскольку это препараты первой генерации. Поэтому на сегодня можно сказать, что в линейке сахароснижающих препаратов препараты сульфанилмочевины, как вы видите, нейтральное отношение имеет к сердечно-сосудистой системе, нейтральное отношение к прогрессированию болезни почек и не имеет каких-то особых дополнительных эффектов, ухудшающих значение этих препаратов. Но, коллеги, давайте скажем, препараты 60 лет на рынке, мы уже с вами имеем такой большой опыт использования. Вернемся к нашим алгоритмам сахароснижающей терапии, где мы с вами видим, что да, сульфанилмочевинные препараты относятся к препаратам наиболее мощнейшим образом снижающий уровень гликированного гемоглобина до минус 2% мы можем с вами рассчитывать. И хочу все-таки ваше внимание обратить на эту колонку, там, где есть примечание по сульфанилмочевинным препаратам, что нет доказательной базы по ухудшению сердечно-сосудистого прогноза у сульфанилмочевинных препаратов. И, пожалуйста, мы с вами таких моментов у этих препаратов бояться не должны, и у нас с вами нет доказательной базы по прогрессированию диабетической нефропатии. Поэтому, в общем-то, безопасность у этих препаратов уже достаточно высока. И опять-таки вернусь к алгоритмам Американской диабетологической ассоциации 2018 года. Там есть очень интересные примечания к этим алгоритмам, они очень важные. Они говорят о том, что препараты сульфанилмочевины мы можем спокойно с вами использовать и не снимать со счетов лечения больных с сахарным диабетом. Да, они написали, что мы должны каждые 3 месяца интенсифицировать лечение и назначать препараты с позиции воздействия на диабетическую нефропатию, препараты, которые бы не усугубляли прогрессирование, а может быть, даже улучшали ситуацию по почкам. И когда вот коллеги часто выступают и говорят, что сульфанилмочевинные препараты все меньше и меньше используются в лечении диабета, не могу я с этим согласиться, коллеги. И вот у нас закончился Московский конгресс эндокринологов, и я вам должна сказать, что на этом конгрессе конец 2017 года 32% больных диабетом второго типа продолжают получать сульфанилмочевинные препараты. Это наиболее используемая группа сахароснижающих препаратов. И если мы возьмем с вами вот это очень известное исследование CVD-REAL, где 300 тысяч пациентов, которые у нас используют ингибиторы CGLC2 и группа контроля, да, и эти пациенты, это я напомню, страны Америки, это страны Швеции, это Норвегии, это ведущие европейские страны с хорошим экономическим развитием. Посмотрите, сульфанилмочевинные препараты получали 38% больных, то есть и в европейских странах, и в Соединенных Штатах Америки это достаточно серьезная группа препаратов. И второе, я должна вам сказать, что если вы смотрите любое исследование по новым сахароснижающим препаратам, они все назначаются в комбинации с сульфанилмочевинными препаратами. И поэтому, когда мы думаем, а какой препарат там повоздействовал на уровень гликированного гемоглобина, еще сложно сказать, какой из этих препаратов. Ашот Масайлович, я по времени, да, уже за это должна? Коллеги, я все-таки несколько слов проговорю, еще 5 минут и закончу. Итак, коллеги, уважаемая классификация пероральных сульфанилм... У нас с вами имеют несколько генераций. И вам напомню, что первая генерация не используется. У нас есть вторая генерация и есть третья генерация глимепирид. И вы спросите, а почему третья генерация вообще глимепирид относится к третьей генерации? Коллеги, принципиальная разница у третьей генерации, потому что... Я 3 минуты и закончу. Потому что глимепирид это препарат, который воздействует не на весь сюррецептор, а только на его часть. И вот эта возможность воздействовать только на часть сюррецептора, сюр-Х рецептор, позволяет принципиально отличать глимепирид от других сульфанилмочевинных препаратов. Он соединяется, этот препарат соединяется с рецептором частично, не полностью, и поэтому имеет очень быструю ассоциацию с рецептором и очень быстро от рецептора диссоциирует. Это принципиально отличает этот препарат от глибинкломида, от гликлозида и других сульфанилмочевинных препаратов. Поэтому у препарата есть воздействие как на прондиальную гликемию, так и на натощиковую гликемию. Препарат снижает в целом на 2% гликированный гемоглобин. И посмотрите, как хорошо снижает глюкозу плазмы после еды, а не только до еды. Я хочу вам сказать очень тонкий момент. У глимпириды есть возможность воздействовать на инсулинорезистентность. Это сейчас доказанный факт. Они улучшают транспортеры ГЛЮТ-4, их эффективность. И уже доказано, что они снижают инсулинорезистентность. И пациенты в комбинации глимпирид и инсулин получают меньше дозу инсулина, чем плацебо. Но, коллеги, сегодня я бы хотела сказать очень важный момент, что это препараты с доказательной базой, с низким уровнем, с очень хорошим уровнем доказательности по безопасности гипогликемии. Именно за счет особенности воздействия на рецептор, о котором я только что сказала. И вот должна маленькая, Ашут Масалевич, ваше исследование 2017 года, глимпирид с ДПП-4 и просто метформины глимпирид. Эффективность практически одинаковая, а она за счет того, что в этом исследовании был именно глимпирид. И масса тела даже у этих пациентов не увеличилась на фоне применения глимпирида. И вот, коллеги, я хотела остановиться вот сейчас уже, это последний слайд, когда мы говорим о сердечно-сосудистых эффектах этой группы препаратов. В 2006 году в Риме чрезвычайно интересное исследование было «Флорентийский регистр». Они просто взяли пациентов, которые получали глимпирид и посмотрели в течение года. Те пациенты, которые получали глимпирид, они имели, посмотрите, по сравнению с гликлозидом, во сколько раз меньше шансов получить инфаркт миокарда именно за счет того, что глимпирид не воздействует на сюрррецептор сердечной мышцы, а воздействует только на маленькую ее часть и улучшает ишемическое прекондиционирование. Поэтому у глимпирида не только есть доказательная база по безопасности сердечно-сосудистой, а даже улучшение прогноза по инфаркту миокарда. И я вам маленький только момент скажу, что только глибинкламид нельзя назначать при скорости клубочковой фильтрации ниже 60, а глимпирид вы можете назначать даже при скорости клубочковой фильтрации до ХБП-4. И, коллеги, в принципе, я заканчиваю свой доклад тем, что, на мой взгляд, сульфаниум-очевидные препараты – это чрезвычайно важная и нужная группа препаратов. Это наиболее эффективная сахароснижающая группа. Это самая низкая цена по стоимости этих препаратов. И глимпирид, как препарат третьего поколения, именно за счет такого тонкого механизма, что он воздействует на очень тонкую часть СЮР-Х рецепторов, обладает меньшим гипогликемическим действием, имеет доказательную базу по сердечно-сосудистой безопасности и нефробезопасности. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok